В пятницу, 8 июля, состоялась рабочая поездка Олега Хромова с инспекцией новых социальных объектов в активно заселяющемся микрорайоне Дрожжино-2. Вместе с членом Совета Федерации Вячеславом Фетисовым глава района осмотрел новый детский сад «Город детства», который будет рассчитан на 340 мест. На данный момент уже записано 242 ребёнка. Строительство завершено, остались некоторые внутренние отделочные работы. Гостям показали комнаты для игр, спальни, актовые и спортивные залы, пищеблок и бассейн. Я много детских садов видел, и не только у нас в стране, за её пределами. Но я под огромным впечатлением уже представил, какая радость будет у детишек, которые сюда придут в первый раз. А придут сюда детишки скоро. Открытие детского сада запланировано на 2 августа. На другом объекте строительные работы пока ещё идут, но уже близки к завершению. 1 сентября общеобразовательная школа откроет свои двери для 825 учеников. Это настоящий подарок для школьников, ведь строится учреждение по индивидуальному проекту, аналогов которому нет. Просторные коридоры, кабинеты и столовая. Актовый зал, оснащённый самым современным оборудованием. И, конечно, два спортзала – малый и большой. Телевизионная картинка просто не передаёт его масштабов, которые по-настоящему поражают. Высота, объём, цвет – я просто в восторге. Это мировой стандарт. В своё время мы не могли мечтать даже о таких залах, школах. Я думаю, что и считаю, что школьный спорт – это вообще основа здоровья нации. Завершился визит в посёлке Новодорожино, где в этом году реализуется большая программа по благоустройству. Уже закончена замена всех инженерных коммуникаций и наружных сетей. И только на замену коммуникаций из местного бюджета, из бюджета поселения и Ленинского района было выделено более 60 миллионов рублей. Плюс ещё более 60 миллионов рублей на создание парковых, проездов, полностью детских, спортивных и игровых площадок. Работы по благоустройству планируются завершить до 15 сентября. Дмитрий Книга и Адамья Екатерина Чернышова, Видное ТВ.